Как воспитать духовность в семье и школе, чтобы жить нравственно и добродетельно, а не только обращаться к Богу в экстренных ситуациях? Ну, действительно, каждый верующий человек, конечно же, хочет вот этим главным сокровищем своей жизни поделиться с детьми. Да не просто поделиться, а так, чтобы дети это восприняли. Самая большая скорбь для верующего родителя — это видеть, что дети уходят от веры, уходят от церкви. А самая большая радость — это видеть, что дети восприняли веру от родителей, живут ею, строят свою жизнь именно на основании тех принципов, которые исходят из нашей веры. И вот такое желание, чтобы дети были воспитаны и нравственно, и духовно, как нас вот вопрошают, оно, конечно, характерно не только для сегодняшнего человека, но и для всех верующих людей во все времена. Вот еще автор книги «Притч» пишет, обращаясь к читателю, вот как отец к сыну. «Сыне мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Сын может забыть, а может не забыть. Он подрастет, станет взрослым человеком, и у каждого человека есть свободная воля. И невозможно, нет такого механизма, чтобы навязать ребенку эту правду, эту истину веры. Можно просить его, не забывай, как вот это делает автор книги «Притч», и объяснять ему, почему нельзя забывать. Потому что, если ты будешь помнить эти наставления, то многие годы жизни и, главное, мирной жизни эти убеждения тебе дадут. Речь, конечно, идет не о внешнем мире, потому что, может, и война случится, и какой-то конфликт случится. Речь идет о внутреннем мире. Для человека, который далек от духовной жизни, далек от веры, внутренний мир всегда представляет вот некоторую борьбу разных желаний, стремлений, помыслов. Вот целая буря такая там происходит внутри, и нету мира внутреннего, нету чувства насыщения и радости жизни. Вот даже если все хорошо, вот все равно вот что-то внутри, вот человек борется, разные страсти там вот горят, крутятся. А если человек вот стяжал настоящую духовность, то сердце его становится сердцем мирным. И вот об этом и говорит автор книги притчи. И как же все-таки передать это детям? Вот такого механизма, который точно сработал бы на сто процентов, не существует. Потому что ребенок потом становится взрослым, и каждый человек имеет свободную волю. Это неотъемлемый дар Божий человеку. Даже у святых людей может родиться ребенок, который подрастет и откажется от того, что видел в жизни своих родителей. Но повысить эту вероятность все-таки можно. Как можно? Ну, у нас есть две возможности. Первая и, может быть, менее значительная возможность, менее результативная такая тактика состоит в том, чтобы рассказывать ребенку о своей вере словами, как можно чаще напоминать ему о каких-то очень важных основах. Но эта очевидная и не очень результативная тактика, она совершенно бессмысленна, если мы сами этим не живем. Поэтому вторая составляющая настоящего воспитания — это своим примером, своей жизнью показывать, как принципы веры воплощаются в реальной жизни. Если дети видят в родителях, что дает им вера, то они, даже если ничего им не объяснять, будут задаваться вот этим вопросом, какие все-таки удивительные люди были мои родители, какие радостные, светлые, чистые, как к ним другие люди тянулись, какие они были любящие, как отзывались на скорбь и нужду других людей, какие они были стойкие и несгибаемые, и какая вот удивительная внутренняя духовная сила в них была. И даже если ничего не говорить и не объяснять, вот дети будут к этому тянуться. Но если объяснять и не показывать такого примера, то тогда этим объяснением, конечно, грош цена, и это пустые слова. Поэтому, если вот мы задаемся этой целью — воспитать детей нравственно, чтобы они жили добродетельно, а не только обращались к Богу в экстренных ситуациях, то прежде всего надо обратиться к своей собственной духовной жизни. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я как кимвал взвецающий, говорит апостол Павел. Нет цены таким словам, даже если их очень много и они очень правильные. А если я имею любовь, если эта любовь явственно выражается в моих поступках, вот тогда слова обретают силу. Почему за Господом шли такие толпы людей, так прислушивались к Нему? Потому что Он говорил, как власть имеющий. Слова Его были со властью, сила. В чем эта сила состояла? В том, что Он жил тем, что Он говорил. И это всеми ощущалось. А вот слова книжников, фарисеев, тех, кто спорили со Христом, это были пустые, мертвые слова. Потому что они не были основаны на реальной жизни, на реальной духовной жизни. Вот будем, стремясь передать опыт веры своим детям, прежде всего жить этой верой. И вот это и есть ответ на вопрос, как воспитать духовность, семье, школе и детей нравственными и добродетельными. Продолжение следует...